В следующей неделе появилось 10 новых городов трудовой доблести. Этот статус столь же почетный, как и город воинской славы. С той лишь разницей, что звания присваивают главным тыловым центрам. Там не было или почти не было боевых действий, но вклад в победу от этого не менее велик. О подвигах тыла наш обозреватель Максим Красоткин. Мирные атомы технологии будущего – это настоящее Подольского машиностроительного завода. Тут делают оборудование для атомных электростанций. Прошлое – героическое. О нем говорит этот памятник – красноармеец, подросток и женщина со снарядом на фоне кабины самолета. В 41-м тут делали бронезащиту для штурмовиков Ил-2. Таких самолетов было изготовлено 36 тысяч вообще за всю войну. И для 20 тысяч самолетов эти самолеты укреплялись нашей броней. До войны завод имени Орджоникидзе выпускал паровозы, но быстро встал на военные рельсы. Вместе с броней делал снаряды. Каждый совершал трудовой подвиг. Так рабочий Герасимов не выходил из-за станка, пока не выполнял тройную норму. За себя и двух сыновей, которые воевали на фронте. Здесь же был создан бронепоезд, который рабочие так и назвали – «Подольский рабочий». В 45-м его орудия прикрывали Потсдамскую конференцию. Вот тот самый цех, откуда вышел бронепоезд «Подольский рабочий». И по этим рельсам начал свой непростой путь до Берлина. Здесь, конечно, все могли сломать, перестроить, но заводчане чтят историю и сохранили корпуса. Но что там делают сейчас, посторонним не говорят. Подольский завод имени Калинина, где делали швейные машинки, переключили на производство мин. Там отличилась бригада Марии Моноенковой. В 41-м она закончила 8 классов, пришла на завод без опыта, а через месяц уже выдавала за троих. И так было на каждом предприятии. Цементный завод упускала химические грелки, очень необходимые для воинов советской армии. Эта грелка спасала его во время охраны. Когда там человек стоял на пасту 5-6 часов, химическая грелка, которая в сапоге, для сапог предназначалась, она его спасала в холодное время года. Рязань тогда была в 30 километрах от фронта. На город сбросили больше 300 немецких бомб. Но даже в такой обстановке местные железнодорожники смогли собрать свой первый бронепоезд. В газете «Сталинское знамя» они опубликовали призыв скинуться кто сколько может. За несколько дней рязанцы принесли 87 тысяч рублей. Если брать по тем деньгам сравнение, самолет Як стоил 100 тысяч рублей, осознаем стоимость сейчас самого самолета и сколько была стоимость на момент 87 тысяч бронепоезда. Победу как мог приближал и житель Рязани Герман Грибакин. В 12 лет он пришел в военкомат, но его отправили домой. Тогда подросток отправился в автомастерские. Там тоже поначалу не приняли. Солдат моет детали. Я подошел к ним, с ним начал совет спрашивать. И говорю, а почему вы предварительно не замачиваете, чтобы было потом легче всю грязь отдирать. Он говорит, о, вот чего мы не догадались. Так он устроился мойщиком деталей. Да не простых, а от немецких автомобилей, которые использовались для диверсии в тылу врага. Позже он стал механиком и в 15 лет командовал бригадой, в которой были пленные немецкие офицеры. Техника, в связи с тем, что она трофейная, она могла уже участвовать у нас в боях. И наши могли туда поставить какой-нибудь болт. А раз если болт поставят, это уже срыв операции будет. На победу тогда работали все предприятия. Рязанский ликероводочный выпускал коктейли молотого. Там, где раньше делали плуги и сейлки, из конвейера выходили снаряды. А деревообделочный завод стал авиационным. Там собирали планеры, которые применялись для снабжения партизан и заброски в тыл диверсантов. Главный конструктор этой машины даже получил медаль «Партизан Отечественной войны», не являясь как бы партизаном, не выходя из заводской конторы. Настолько большой вклад был вот этой машины в победу Красной Армии и, соответственно, в победы нашего партизанского движения. Цеха завода уже после войны стали самостоятельными предприятиями и работают по сей день. А труд там престижный и хорошо оплачивается. Промышленные успехи невозможны без топлива. В те годы основным видом был уголь, а главным поставщиком – кузбасс. Здесь, в Прокопьевске, шахтеры добыли 30 миллионов тонн угля. На выплавку одной тонны стали уходит полтонны угля. А вы понимаете, что даже просто танк Т-34 – это масса танка более 20 тонн. Конечно, не все там бронированная сталь, но большая часть этой массы как раз – это бронированная сталь. Без нашего Прокопьевского угля этого не получилось. Последнюю шахту в Прокопьевске закрыли 4 года назад. Зато появилось производство горнодобывающего оборудования. Ханты-Мансийск в годы войны находился в глубоком тылу. Благодаря местным жителям армия не испытывала дефицитов продовольствия. Ведь половина рыбных консервов производили именно здесь. Кроме того, добывали мягкое золото. Так называли пушнину, которой расплачивались за поставки по ленд-лизу. Дети с самого малого возраста по собственной инициативе выходили на поля, собирали хлеб. Организовывали бригады школьные, которые ловили рыбу. Тайга давала и древесину, из которой делали авиационную фанеру, лыжи и приклады для оружия. В столице Бурятии Улан-Удэ местный авиазавод выпускал истребителей. Причем каждый год переходя на более совершенный тип самолета. Стекольный завод, медицинскую посуду, автостекло и лампы. А мясо консервный, помимо основной продукции, открыл цех по пошиву одежды. Поставщиком сырья была своя же скотобойня. Отпускали людей только раз в 10 дней, один раз домой помыться. А так они спали в цехах, на раскладушках, там еще где-то топчаны какие-то, чтобы работали все на победу. Приемник мясо консервного завода и сейчас выпускает свою продукцию для всей страны. Только ассортимент шире. И здесь же на вечном хранении знамя Госкомитета обороны. За былые заслуги. Водкинск, небольшой город Вудмуртии, меньше 100 тысяч человек. На начало войны там и вовсе проживали 39 тысяч, 17 из которых ушли на фронт. Но водкинский завод на тот момент уже орудийный. Производство не остановил. В каждой семье был работник этого предприятия. Более 50 тысяч орудий было выпущено в цехах водкинского завода. Каждая десятая пушка, громившая врага на полях сражений, была сделана водкинскими рабочими. Это было настолько значимо, что партийного руководителя завода включили в список личных врагов Гитлера. Звание «Город трудовой доблести» получили также Владимир, Новомосковск, Рубцовск и Находка. Получить звание непросто. Вклад оценивают в Институте истории Академии наук. Но это признание заслуг прошлого, без которого нет и будущего. Максим Красоткин, Анатолий Романов, Эдуард Абадзинский, Ольга Соловьева и Андрей Столеренко. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова